Тема урока «Летние праздники и труд». Давайте вспомним, когда по старинному народному календарю праздновали осенний и весенний Новый год. Какие легенды и песни сложены про березу? Ты уже знаешь, что начало года празднуют и осенью, и зимой, и весной. Некоторые народы в старину отмечали начало Нового года даже летом, в пору летнего солнцеворота. Еще раз побываем в Якутии. Это земля, где находится полюс холода и вечная мерзлота. Столица – город Якутск. У якутов-скотоводов новогодние праздники начинались с конца мая, когда кукушка закукует. В это время сходит снег, и скот выпускают на пастбище. Окончали праздновать 25 июня, когда солнце поворачивало на зиму. На празднике Исы-Ах люди танцевали круговые танцы в честь солнца и пели. Новый год пришел, добрый год заглянул. С легкими туманами жара развеселилась, как шелковые нити расцвела хвоя на деревьях. Трава на пригорках улыбается, трава в низинах стала густой. Старый год поворотился и ушел. Праздники августа – итоги труда людей в содружестве с Матерью Природой. 2 августа по православному календарю – день памяти святого Ильи Пророка. Ильин день – начало жатвы. Вот когда проверялись приметы на урожай, которые с тревогой и надеждой ждали люди круглый год. 14 августа – медовый спас. С этого дня пасечники начинают вынимать соты из улев и качать мед. Все в этот день лакомятся свежим медком. 19 августа – яблочный спас. С этого дня начинают убирать урожай яблок. Во многих краях России в эту пору к ночи уже становится холодно. Вот потому и называют 19 августа днем первой встречи осени или осенинами. 29 августа – ореховый спас. Его же называют хлебным, холщовым. Ореховый – потому что орехи к этой поре поспели. Хлебный – потому что накануне заканчивали убирать хлеба и пекли пироги из муки нового урожая. Холщовый – потому что в этот день торговали полотном, холстами. Важная работа конца лета – не только убирать хлеб с поля, но и сеять новые семена во вспаханную землю под зиму. Такие хлеба называют озимые. О сроках посева говорят так. Успеешь посеять вовремя – на следующее лето соберешь щедрый урожай. Опоздаешь – поголодаешь. Откуда этот хлебушка? От голубого небушка, от маленького зернышка и ласкового солнышка, от добрых рук старательных, от наших глаз внимательных, от матушки земли, а в общем, от любви. Отгадайте загадку. Месяц новец днем на поле блестел, к ночи на небо взлетел. Летит гусек дубовый носок, ток-така-ток, ток-така-ток. Проверим себя. В старинном календаре какого народа России начало Нового года приходится на лето? Этот народ называется Якуты. С какими дарами природы связаны три праздника в августе по народному календарю? Праздники эти связаны с медом, яблоками и орехами. Как называют хлеба? Хлеба, которые сеют осенью. Эти хлеба называют озимые. Назови старинные орудия земледельческого труда. Какие из них используют и сейчас? Старинные орудия – это барана, цепь, грабли, коса, серп. Сейчас мы используем грабли, косу и серп. Сделаем вывод. Новогодний праздник может приходиться и на лето, как в старинном якутском календаре. Летние народные праздники тесно связаны с трудом земледельцев и скотоводов. Летний день – год кормит.